2019 год для истории нашей страны по нескольким причинам. Это год 75-летия освобождения Беларуси от немецко-фашистских захватчиков. А еще 1 января 2019 года исполнилось 100 лет со дня образования Белорусской Советской Социалистической Республики. В каких условиях проходило становление белорусской государственности и какие испытания за это время выпали на долю нашего народа? Об этом наш сегодняшний рассказ. За прошедшие после войны два десятилетия Белоруссия достигла колоссальных успехов. Республика не только отстраивалась, но и приобретала индустриальные черты за счет ввода в строй новых производственных мощностей. Знаменательной страницей в жизни БССР стал день 20 августа 1964 года. Возле деревни Капоров Кореческого района из глубины свыше 2000 метров ударил первый в Беларуси нефтяной фонтан. Уже 25 апреля 1965 года белорусская нефть поступила в нефтепровод «Дружба», и в мае того же года началась промышленная добыча нефти. Значительных успехов достигла индустрия Гомельщины в последующие годы. Были введены в строй Мозовский нефтеперерабатывающий завод, Гомельский химзавод, завод «Центролит». На месте деревни Шатилки был построен новый город Светлогорск, в котором начал работу завод «Химволокно». К концу 80-х годов Гомельщина давала более 70% всех силосборочных комбайнов Советского Союза, более 20% витринного стекла, более 50% стеклянных труб. Гомельский шарокоподшипниковый завод обеспечивал шарокоподшипниками все заводы Советского Союза, которые выпускали велосипеды. К флагману промышленности Гомельщины, Гомельщину, с 30-го года он постоянно был флагманом. Все 20-30-е годы добавились в ряд других предприятий. Это Мозырский нефтеперерабатывающий завод. С 1975 года он начал действовать. Белорусский методорологический завод в Женобине. Начало действовать производственное объединение «Беларусьнефть». Вот эти три основных предприятия и объединения стали определять промышленное лицо Гомельщины. К моменту распада СССР Гомельщина в составе Советского Союза была одной из самых развитых в промышленном и экономическом отношении. Впрочем, это касается всей Белоруссии. Если, скажем, экономический кризис начался в рамках СССР в целом в 1990 году, то в Белоруссии, в том числе и на помощи, в 1991 только. Ну, естественно, и республика в это время была одной из самых развитых. Она поступала только прибалтийским республикам. Естественно, вот такая экономическая мощь в рамках еще БССР, СССР Гомельщин, все это явилось очень значительной базой для последующего, вплоть до современности развития экономики и промышленности Гомеля. Вместе с промышленным ростом улучшалась и жизнь простых белорусов. В первую очередь это коснулось жилищного строительства. Колоссальные усилия были направлены на восстановление белорусских городов. Так только в Гомеле жилой фонд был разрушен войной на 80%. Уже в 1946 году институтом «Гомель-граждан-проект» был разработан генеральный план восстановления города. Он предусматривал восстановление народного хозяйства. Основная застройка предусматривалась индивидуально. Это в Залинейном районе, в Сельмашевском и в Белице. Но расчетный сок был на 10 лет, и население предусматривало 180 тысяч. Большое внимание в генеральном плане 1946 года было уделено «Золотому треугольнику», который образовался из улицы Советской, проспекта Ленина и улицы Победы, которая в те годы называлась Почтовой. К ней война оказалась особенно безжалостной. Среди руин виднелись лишь кирпичные и печные трубы бывших домов. В 1954 году был разработан новый план застройки улицы Почтовой. А еще через три года ее переименовали в улицу Победы. К 1970 году темпы превзошли развития народных... Все ожидания, появилась масса предприятий новых. Это и Залин, и Ратон. Вышло постановление Совета Министров о развитии сельскохозяйственного строения, когда Гомсельмаш из четырех тысяч достигал 30 тысяч рабочих. Такой бурный промышленный рост требовал новых территорий под жилые дома и промышленные предприятия. В этом заключалась определенная проблема, так как все пригородные площади к этому моменту были освоены и застроены. В 1969 году под руководством директора Института Карамышева был разработан ТЭО, так называемое ТЭО, технико-экономическое обоснование использования пойменных территорий города. Из необходимых городу новых территорий для освоения 70% находилось на пойме, и две трети из них в городской черте. Документ был одобрен на всех уровнях, получил путевку в жизнь и реализован. Благодаря этому выросли жилые и микрорайоны, появились новые предприятия, организации образования и здравоохранения. Гомельская область росла и развивалась вместе с республикой. Появилась социальная инфраструктура, больницы, школы, детские сады, комбинаты бытового обслуживания и общественного питания. Возобновляли свою работу и открывались новые учреждения массовой культуры. В 50-е годы получил вторую жизнь Гомельский областной драматический театр. Он существовал в областном центре с 1939 года, но в 1946 из-за отсутствия крыши над головой был перенесен в Могилев. А в 1954 году на главной площади Гомеля выросло новое здание театра. С 50-х годов ведет отсчет своей истории и первое в Белоруссии областное телевидение. 6 ноября 1956 года под руководством талантливого инженера Евгения Кирножицкого в эфир вышла первая программа Гомельского любительского телецентра, положив творческое начало уже более чем 60-летней истории. Важным событием в культурной жизни Гомеля стало открытие в 1972 году нового, построенного по специальному проекту, здания Гомельского цирка. Такой чести были удостоены еще пять городов по всему Советскому Союзу. Это особенно примечательно еще и потому, что и тогда в БССР, и сегодня в Республике Беларусь, Гомель – единственный областной центр, который имеет свой государственный цирк. Гомельская область – родина трудолюбивых людей, предки которых славились мужеством, жизненной мудростью и несгибаемой силой духа. Сегодня студенты и молодежь учатся по книгам и трудам известных земляков, уроженцев Гомельской области. Богатое наследие нам оставил известный всему миру писатель и драматург Иван Мелиш. Имя народного писателя Ивана Шамякина хорошо знают и любят читатели. Его романы переводились на разные языки и выходили за рубежом. Навсегда в памяти народной остались и Кирилл Трофимович Мазуров, Илья Павлович Кожар и Иван Евтеевич Поляков. На весь мир гремела фамилия известного советского дипломата, министра иностранных дел СССР Андрея Громыка, который родился в Ветковском районе, и многих других наших соотечественников. Однако судьба не всегда была благосклонной к области. Солнечный субботний день 26 апреля 1986 года разделил нашу жизнь на «до» и «после». В результате взрыва на четвертом реакторе ЧАЭС радиоактивное загрязнение затронуло значительную часть территории нашей страны. В его зону попали более 3,5 тысяч населенных пунктов. Нанесен огромный урон народному хозяйству республики. Как подсчитают позже, на территории радиоактивного загрязнения оказались 340 промышленных предприятий, деятельность большинства из которых была прекращена одновременно с отселением жителей. Основные мероприятия по переселению людей с пострадавших территорий продолжались вплоть до 1992 года. За это время из 17 районов Беларуси выехало около 54 тысяч человек. В основном это были жители Хойникского, Ветковского, Наравлянского и Брагинского районов. Всего же за прошедшее с момента аварии время было отселено более 137 тысяч человек из почти 500 населенных пунктов. Многие деревни, принявшие на себя основной радиационный удар, сегодня можно отыскать только на старых картах. Они в буквальном смысле похоронены. Дома и хозяйственные постройки были снесены, а сады и огороды сравняли бульдозерами. Несмотря на огромные усилия государства и немалые вложения, первые годы после аварии на Чернобыльской АЭС были очень сложными. И без того катастрофическую ситуацию осложнял тот факт, что ни научно-исследовательской базы, ни практического опыта внедрения этих разработок в нашей стране на тот момент не было. Да и на территории бывшего Советского Союза таких учреждений насчитывались единицы. Ценой невероятных усилий в Беларуси начала складываться серьезная научно-практическая база по изучению всех проблем, связанных с негативным влиянием радиации на здоровье человека и окружающую среду. Сегодня наша страна может с полным правом гордиться тем, что в непростых обстоятельствах ей не только удалось справиться с последствиями Чернобыльской аварии, но и приобрести бесценный, хотя и очень высоко оплаченный опыт. Первая мировая и гражданская войны, революции и репрессии, разруха и голод, самая жестокая и кровопролитная Великая Отечественная война и самая страшная технологическая катастрофа. И все это досталось одному народу за ничтожные для истории сто лет. Через территорию Беларуси прокатились десятки войн, восстаний и революций. И несмотря на то, что были периоды, когда даже биологическое существование белорусского народа находилось под вопросом, мы выстояли, мы заховали свою мову, свою культуру, свои национальные традиции, и это помогло нам выжить. За эти сто лет белорусы смогли не только выжить, но и оставить бесценный след в истории. И сегодня уже новое поколение постигает уроки мужества от героев войны, патриотизма и стойкости от первых белорусских олимпийских чемпионов, любви к родине от талантливых писателей и музыкантов. Безумовно, в тот год утворение Социалистично-Советской Республики Беларусь, которое мы отзначаем в этом году, является для нас важной знаковой датой, потому что именно тогда в першине была утворена реальная форма национальной белорусской державности. Именно тогда были закладены те основы, которые позволили и сейчас Республике Беларусь успехов развиваться. Недооценивать такие уроки истории не стоит. Они помогают оценивать себя как самодостаточную нацию, со своей историей и культурой, прошлым, настоящим и обязательно будущим. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова